Котики, всем привет! Мегасрочное включение! Ко мне домой пришел Филипп и я не знаю, что ему нужно, но он написал, я пришел. Как давно не было этой фразы, куда же он пропал. Ребят, я с ним играла, просто ничего такого веселого не происходило и снимать нечего. Но сейчас я на всякий случай включила экранную камеру, ибо раньше он меня не находил, то есть все было хорошо, значит сейчас определенно что-то случилось. Меня просто так не ищут, вы понимаете, что меня ищут только тогда, когда людям что-то нужно. Че это вдруг ты интересуешься, как у меня дела, Филипп? Ты никогда просто так не заходил, никогда у меня ничего не спрашивал. Ой, ребят, давайте сделаем вид, что мы вылетели. Давайте помолчим. Может быть он уйдет и все закончится? У него выросли ушки! Вот это вообще неожиданно! Сейчас еще, кстати, должен Афанасий подойти, я не знаю, пересекутся ли они, но если пересекутся, они незнакомы, поэтому думаю, ничего такого страшного не должно произойти. Нет, ну нормально, так разлегся. Чувствует себя как хозяин дома. Ой, хорошо, давайте напишем. Привет. Прости. Я отходила. Ребят, это очень неожиданно, то, что он меня нашел сейчас, у него все было хорошо, значит, что-то случилось определенно, я это чувствую. Что-то явно случилось, но по-другому никак, меня же просто не ищут, если просто пообщаться. Вот вас ищут, друзья? Напишите, ребят, в комментариях. Вас ищут, друзья, просто так? Или вас всегда доходят и что-то просят? Как у тебя дела? Походу, я единственный человек, которому приходят лишь за помощью. Напишем, все в порядке. Спасибо. Спасибо, конечно, что интересуешься, Филипп, но что тебе надо от меня? Я скачаю. Кого ты скачаешь-то? У него жена есть. Ты сенат, иди лесом, иди. Резко на Филиппа нахлынула скука. А у меня дела не очень. Да я и не спрашивала, как у тебя дела. Вот ты спросила, а я не спросила, Филипп. Мог бы и промолчать. Иди к себе давай, к жене своей иди. Но он явно намекает на то, чтобы я спросила, что у него случилось. Меня бросила манная каша. Да, конечно, бросила тебя. Да, да, бросил, бедненький. И что я тут причем? Ну, бросила. Люди бросают других людей. Это жизнь, Филипп. Я помолвлен на другой. Стойте, он был женат, когда он успел помолвиться снова. Он был женат, а снова помолвлен. Не соврал, значит. Это его новая жена. Как много лет я спала. Филипп заново женится. Девочки, кто его жена? Вы видели его жену? Боже мой. Я реально бы то год не играла. Да играю почти каждый день. Что у них случилось с манной кашей-то? Ее нет у меня в приятелях, но я могу написать на почту. Потому что мы общались по почте. И то есть можно переписываться. Не хочу вспоминать. Давай проведем с тобой время. Нееееет. Почему ты с невестой не играешь? Раз у тебя новая невеста, ты лучше бы уделял внимание ей. Что ж ты все забывшись своей бегаешь? Никак не оставишь меня в покое. Она не в сети. Но раз человек не в сети, то можно ему изменять, да? А ты онлайн. Я и хотела бы с тобой, может, на свидание сходить. Ой, так легко на свидание. Женатый человек. Давайте мы напишем, что у меня уже есть парень. Может, отвяжется. Сколько же уже времени прошло, а он все никак не может забыть наши с ним отношения. Я уже воспринимаю это легко. Честно, ребята. По сравнению с тем, что было зимой, сейчас легче. Зимой ты такой накал страстей кипел. Вспоминать тебе страшно. Не ври. Ты так говоришь, чтобы тебе не было обидно. Почему мне должно быть обидно? Типа он не верит в то, что у меня может быть парень. Он думает, что он может только единственным у меня быть. А как же Даниэль? Что-то он бред какой-то несет. Может, я про Даниэль и говорю вообще-то. Нет, ну самооценка со временем у него только возросла. Я все еще люблю тебя. Да, да, любишь ты меня. Я уже слышала это 100 миллионов раз. И вот эти вот слова от Филиппа, они пустые. Ну, неприятно их даже слушать, потому что я знаю, что он их еще как каким-то там девушкам рассказывает, и как они его слушают. То есть мне было бы противно, когда парень говорит, я тебя люблю, каждый почти аватарки здесь. Опа, Наси подошел. Так, мы же изначально договаривались с ним встретиться, а Филипп меня нашел раньше. Я хотела вступление адекватное записать. Ребят, как всегда у меня вступление сегодня не получится. Я вообще даже ее уже не помню. Сказала ли я вам всем привет? Ну, на всякий случай, всем привет. Меня зовут Аня. И, ребята, это мобильная аватария. Мир, где бушуют страсти. А конкретно в моей жизни. В моей аватарской жизни. Это кто? А давайте попросим Афанасия сказать, что он мой парень. Сейчас напишу ему. Можешь сказать, что ты мой парень? Чтобы он отстал от меня? Более прикольно будет посмотреть на реакцию Филиппа. Как думаете, Афанасия выглядит, как мой парень? Не вы же в паспорте кольца, а у меня нет колец. Тогда мне Филипп сейчас скажет, твой любовник. Блин, ребята. А какая ему разница, с кем ты мне встречаюсь? Вот, у меня своя жизнь. Я ее молодой человек. А вот кто ты такой? Молодой человек женатый. Ребят с этим мы прокололись, и я даже не могу скрыть свои отношения одиночные. Ну, может быть, Филипп подумает, что это мой любовник. Я ее парень. С какого перепугу ты мой парень? Пропустил слово бывший? Вообще, не в тему он пишет, если честно. Ребят, я не ожидала, что он найдет меня. Скорее всего, отношения его сейчас не устраивают, поэтому он опять ищет утешение у меня. Я уже устала быть для всех утешением. Хочется нормального обращения, а не вот такого вот. То есть, когда тебе грустно, я приду к тебе. Пожалей, пожалей меня. А меня кто пожалеет? Ладно, а как? Что, как? У тебя что, тоже проблемы с памятью, как у Люси? Ты забыл, что вообще было? Из-за чего мы с тобой расстались? Я попрошу тебя уйти. Апанати, спасибо, спасибо. Ты здесь лишний. Это правда, разлегся здесь, как господин. И давайте ему, женщин, подавайте вот прям. Сейчас будут выходить по очереди. Ага. Слышь, ты, букашка бедная, сам проваливай, не мешай. Оскорбление от Филиппа, это тоже отдельный вид искусства. Букашка бедная. Получается, есть букашки богатые, чем они отличаются? Да, у обезьяны уровень развития больше. Филипп, мы договорились с ним поиграть. Иди-ка ты, Филипп, к себе, чистить картошку там или пюре готовить, уже не знаю, чем ты занимаешься обычно. Но ребят, неожиданно было узнать о том, что он расстался с манной кашей. Я попытаюсь связаться с ней, спросить. Мне стало интересно все-таки. Они у меня были близкими людьми. Ну, как близкими? Вы знаете, что уже давно мы общаемся и надо поинтересоваться. Я никуда не уйду, пока этот овощ здесь. У тебя все в голове овощ. Ты сам один большой овощ, картофельный. Он же тебе сказал, что он мой, парень. Смирись, Филипп, ты не единственный мужчина-аватар. Представляете, в аватарии один парень был бы Филипп. И я бы за такого даже не вышла замуж. Никогда, даже если в аватарии из всех парней останется лишь один Филипп, я никогда не выйду за него замуж. Я лучше помру в своей квартире с Семеном. Как ты могла променять меня на этого бомжа? Зачем так? Афанасий очень даже добрый человек и то, что он не такой богатый, как ты, это не делает его ни чуточку хуже. Наоборот, он лучше тебя. Может, игрок я и не богатый, но мне хватает духа не опускаться до твоего уровня. Уделал. Понял, понял, Филипп. Ой, девочки, эти пальчики так любят баттлиться между собой. Тебе далеко до меня молокосос? Да хватит, ты же, ну хватит оскорблять. Давайте выгоним его. Все, надоело уже. Серьезно, ребят, почему я это слушаю? Почему я унижаюсь как-то? Афанасий еще заставляю вот это все выслушивать. Давайте просто выгоним его. Жалко, конечно, что так получилось и я его не выгнала сразу. Думала, что-то умное скажет, возможно. Но когда Филипп, да и что-то умное могут мне сказать? Ой, нет, ребят, не припоминаю такого. Может, в самом начале отношений, когда мы с ним общались и узнавали друг друга. Тогда были интересные беседы, а сейчас он уже не так мне интересен. Да, не буду ничего говорить. Ладно, ребят, я сейчас ненадолго прервусь. Буду ждать встречи с братом Афанасия. Этот ролик, скорее всего, будет отдельный, потому что я хочу выяснить сейчас, что случилось с Филиппом и Манной Кашей. Напишу ей на почту после встречи с братом Афанасия. И тогда увидимся с вами. Только надо извиниться за своего бывшего. Прости, что так получилось Афанасии, что тебе пришлось выслушивать недооскорбление от Филиппа, от моего бывшего. Они же не знакомы и как бы вот, он не знает эти ситуации подробно. Ну что, ребят, я уже встретилась с братом Афанасием. Мы познакомились, поиграли вместе. Этот ролик, не знаю, выйдет или нет. Там, конечно, ничего такого интересного или веселого не было. Мы потом еще поиграем. Может быть, что-то запишем, если вам это интересно. Я написала Манны Каши на почту Привет, как дела вы расстались с Филиппом. На что, спустя пару минут она мне ответила Привет, откуда ты узнала? Бедная девочка, зачем она продолжала с ней встречаться, я не понимаю. Вот, несмотря на все гадости, которые она наговорила мне, мне все равно жалко будет. Короче, ребят, написала ей, что он все рассказал, пришел, начал ко мне опять клеиться. И она мне ответила, да, он не изменил, может, встретимся в 13. Вот сейчас час дня, то есть, прошло 3 часа, ребят. Мы договорились встретиться с Манной Кашей, чтобы она мне рассказала поподробнее, что у них произошло. Так как мы удалились из друзей, то есть, у меня нет ее в приятелях, нет в неприятелях, я спросила, есть ли у тебя Люси в приятелях, может, осталась, да. Короче, в доме Люси мы сейчас пойдем встречаться. И она расскажет всю ситуацию, хочется узнать, что же произошло, чтобы быть готовой ко всему. Ну, нифига себе, ребята, миломаны-то перернулись, а что произошло? Я напоминаю, в прошлом ролике ко мне подходила Люся, она жаловалась, что у нее сперли всех миломанов. Манной Кашей, привет. Я вообще даже, у меня уже внимание переключилось с Манной Кашей на миломанов, да вы посмотрите, пришли красавчики. просила помощи, а сейчас они стоят у нее в гостиной. Это новые миломаны ей кто-то подарил. Сейчас я спрошу Манной Кашей, что у нее случилось. Она их, наверное, в инвентаре держала, она спрятала их. Манной Кашей хочет добавить меня в приятеля. Давайте согласимся, у меня сейчас мозг просто на расхват, я не успеваю, что мне делать. И Манной Кашей надо уделить внимание, и миломаны взяли на себя внимание. Я просто сейчас сойду с ума. В тот день так и не встретилась ни с каким мошенником, но естественно, это же было уже подозрительно. Сначала хочу попросить прощения за все, что говорила тебе. Да что уж там, не будем вспоминать все. Конечно, там был пипец, ребят. Я вам не показывала все, что наговорила, потому что меня забанят, наверное, если я это покажу за такие слова. Филипп меня променял на другую. Да ладно, а ты только сейчас это узнала, ты только сейчас узнала о том, что он изменяет, не понимаю. То есть, что тебя удивило вдруг? Меня вот удивила большая комната, здесь 3 миломаны. Либо Люся их из инвентаря поместила. Зачем? Я не знаю, зачем. Она же сказала, что их сперли. Либо это ей новых кто-то подарил. Может быть, зрители типа проникли с чувствами и подарили или она опять обманула какую-то. Если кто-то знает информацию, напишите, пожалуйста, в комментариях. Дело в том, что мы в тот момент играли, а потом пришла его девушка и он меня бросил. Пришла какая-то баба и он переключился на нее. Вот это неприкольно, да, это неприкольно. А почему так получилось? Он же делит встречи там в понедельник ты, во вторник другая. А тут вдруг резко вытеснил мандую кашель из графика. Понятность то есть он покинул сказал, что с той долго не общался. Какая-то женщина пришла из прошлого. Так это он на то и помолвлен? Кто же эта незнакомка? Кто же эта Золушка? Девочки, если ты вдруг знаешь меня или смотришь это видео, кто ты? Скажи, пожалуйста. Мне одно интересно что ли узнать кто-то незнакомка, которая окольцевала Филиппа так быстро, быстрее всех. я лучше пока без отношений побуду. Вот и хорошо. Надо к ней прислушаться. Мне тоже пора отдохнуть. А может нам с мамой кашель работайте в отель заселиться бабой? Как думаете? Хорошая же идея. Напишите в комментариях хотели бы вы чтобы мы отправились в отель. Можете с нами отправиться. Будет прикольно устроить девичник. Ребята, я буду пока заканчивать это видео. Надо дождаться Люси. Не знаю где я буду ждать. Возможно тоже здесь посижу. Но не факт что она вот так вот зайдет в игру и это же будет непонятно как. Типа это будет западение. Нет, такого не бывает. Я конечно подожду напишу сейчас на почту. Если она выйдет то в ролики вставлю и если в ролики этого не будет значит я так и не дождалась Люси. Но у меня к ней большой разговор. Да, ребят. Это же что за безобразие-то? Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok